В Балаковском перинатальном центре появилось новое оборудование для проведения анализа крови. Такой подарок медучреждению сделала Саратовская ГЭС, которая является давним другом и партнёром центра. Оборудование для родовспоможения, инкубатор для детишек, родившихся раньше срока, оборудование для обработки медицинских инструментов, УЗИ-аппарат и многое другое было подарено перинатальному центру в рамках акции «Рождённые энергии». Матси Мексич – это уже не первое оборудование, которое дается в рамках программы «Рождённые энергии», «Рождённые энергетики». Я надеюсь, что это оборудование прослужит долго и вам на пользу, и детишкам и роженицам тоже. Так что… Спасибо большое. Новый автоматический гематологический анализатор позволяет обрабатывать 60 проб в час, то есть на проверку одной пробирки с кровью уходит всего минута. Раньше такой же объём работ проводился гораздо дольше, и сотрудникам лаборатории приходилось обрабатывать пробы вручную. Считались клетки глазами под микроскопом. Конечно, это затрудняло сам процесс, это был трудоёмкий процесс, затратный процесс и не такой качественный. Благотворительная акция «Рождённые энергии» проходит в рамках программы «Чистая энергия», которая направлена на поддержку социально значимых проектов. Таковых в 2019 году оказалось 10, и среди них – создание музея «Сестёр милосердия» на базе Блаковского медицинского колледжа. Его директора Екатерина Пуляева призналась, что идея родилась несколько лет назад. С 2016 года мы потихонечку стали собирать экспонаты, и уже в 2019 году вышли с предложением к Миле Викторовне Одинцовой с идеей создания музея. Сёстры «Милосердия», которые работают в раме при городской больнице, передали будущему музею комплект одежды, который носят медицинские волонтёры. Несколько экспонатов подарили сотрудники такого же музея, который расположен в Свято-Дмитриевском храме в Москве. Блаковские медики побывали в минувшем году там на экскурсии. «Книга «Акушерка» – это учебные пособия 1907 года, это книга 1920 года, это книга 1928 года. Вот такие вот раритеты. Музейная работа – она постоянная работа. Она не останавливается, потому что люди приходят к нам, они приносят экспонаты, что-то мы интересное находим. Очень хочется обратиться к жителям нашего города, чтобы они приносили к нам все вещи, которые относятся к медицинской деятельности, которые являются средствами по уходу за больными людьми». Главной темой музея станет труд медработников во время войны. И в этом активную помощь оказывает Центр НАБАД и Совет ветеранов. Ну а для того, чтобы редкие экспонаты хранились в правильных условиях, на средства Саратовской ГЭС были закуплены специальные стеллажи, как в настоящих музеях. Открытие экспозиции планируется приурочить к 75-летию Великой Победы. Музей будет включён в туристический маршрут, поэтому посмотреть на уникальные экспонаты смогут не только балаковцы, но и гости города.